так сегодня я покажу как вам сделать электронный документ чтобы сдать курсовую работу первым делом что нужно сделать если у вас нет профессиональных редакторов скачать так называемые свободно распространяемые редакторы во первых вот один из них то есть зайти на страничку соответственно программного продукта фирмы который производит программный продукт pdf creator то есть pdf force вот на этот сайт так и скачать соответственно pdf creator то есть это виртуальный принтер благодаря которому создаются pdf соответственно электронные документы бесплатном виде единственно обращаю ваше внимание когда будете устанавливать эту программу так то обратите внимание то сделайте лучше расширенные настройки так потому что в порядке установки программы то есть она устанавливает свой продукт который стоит соответственно за деньги так и плюс там дополнительные сторонние приложения типа это браузера какого-то не помню вы просто там галочки снимете чтобы основу становился только вот именно pdf creator то есть как благодаря которому создадите электронный документ ясно то есть создать вот этот документ то есть скачать вот эту программу так следующим этапом тоже если у вас нету профессионального редактора pdf формата так то есть либо можно скачать бесплатный продать программный продукт это адоб reader так соответственно сайта адоб либо можно взять вот эту вот программку то есть тоже вариант просмотрщика но здесь еще есть возможность устанавливать вставку то есть вставлять свои комментарии можно ручкой отмечать и так далее то есть скачать вот эту программу все понятно то есть вот на этом соответственно сайте так после того как вы установите то есть этих два программных продукта то есть первый продукт соответственно создатель непосредственно вашего электронного документа в виде pdf формата так ну и второй продукт это соответственно просмотрщик тех комментарий который будет вам высылаться для того чтобы вы соответственно исправили те ошибки они распечатывали сразу же соответственно чистой бумаги что потом будет мучительно больно да опять перепечатывать так потому что все стоит денег то есть не у всех есть доступ к свободным плоттером так то есть изначально то есть пришлите электронный документ виде pdf формата так следующее действие у вас есть сохраненные ваши соответственно файлы частности это пояснительная записка так дальше титульный лист графическая часть либо виде отдельных листов так либо соответственно виде брошюрки каждый программный продукт то есть например даже вот в этом графическом редакторе делаете например даже вот в том же самом автокаде то есть он позволяет сохранить виде pdf файла тоже виде распечатки то есть ваш графический чертеж ясно так и другие графические редакторы позволяют это то же самое сделать главное посмотреть основные функции в этом графическом редакторе и увидеть ясно так после того как вы сделали то есть вы открываете желательно отдельно сделать титульный лист на котором соответственно по правилам оформления то есть вы там напишите минобор науки ижевский государственный технический университет имени калашникова там теплотехнический факультет кафедра такая так дальше курсовая работа по дисциплине отопление 1 город такой-то вариант такой-то ну и там выполнил проверил и ижевск 2017 года ясно следующее ваши действия черт повторяю надо сделать желательно в доковском документе титульный лист дальше мы его распечатывали то есть выбираем печать так если у вас по умолчанию не стоит вот этот вот принтер соответственно стоит кто-то другой то есть выбираете pdf creator нажимаете ok а а а а а а а а а так сейчас чем загрузится вот он загрузил то есть загрузилось основное меню окна вот этого виртуального принтера, который создает PDF-формат. Дальше внизу здесь есть кнопки соответствующие. Мы выбираем кнопочку «Слияние». Нажимаем «Слияние». Так, вот у вас появляется диалоговое окно. В первом строчке написано первый изначальный документ, который вы, соответственно, открыли и послали на распечатку. То есть вот у меня документ называется «Титульный лист», он первый стоит в строчке. Вы видели? Теперь следующее действие. Открываете папочку, где у вас находятся все остальные документы. А будет находиться следующее. Во-первых, задание на отопление. То есть сюда вот переносим, соответственно, на это поле окна управления принтерами. То есть сначала открывается документ. Потом он появляется, соответственно, ниже. Если вы что-то неправильно сделали, то есть можно вот этими кнопками, то есть изменить порядок следования соответствующих документов. Ясно? Следующее действие. Так, задание по отоплению. То есть ввиду того, что оно у вас, соответственно, распечатано и поставлен автограф, так? То есть можно его сфотографировать. Единственное, то есть у всех есть смартфоны, у кого-то есть хорошие фотоаппараты. Главное, чтобы читаемый был текст. Ясно? Чтобы был не замыленный. Все понятно? То же самое поступаем с планировкой. Следующее, добавляем планировку. Тоже она у вас распечатана и моей подписью, соответственно, подтверждена. Следующее, после этого, открываем, соответственно, вернее, открываем и переносим пояснительную записку. То есть в которой содержится весь тот материал, который вы описали, то есть согласно вашей курсовой работе. Сейчас он появится. Вот он появился. Соответственно, пояснительная записка. Так, после пояснительной записки, соответственно, вставляем чертежи. То есть, либо по отдельности каждый лист, в порядке следования от первого листа до последнего. Либо, если у вас все собрано в виде файла, несколько листов, соответственно, в виде одного листа. У меня здесь сразу же собрана и графическая часть, и, соответственно, спецификация оборудования, изделия и материалов. Так, вот я собрал, соответственно, все свои документы, которые хочу соединить в один. Для того, чтобы в последующем, соответственно, послать на проверку. То есть, еще раз внимательно проверили чередование следовательности, чтобы было сначала титульный лист, задание, дальше планировочка утвержденная, дальше пояснительная записка и графическая часть. Ясно? Дальше нажимаем кнопочку «Слияние». Он слил все эти документы в виде одного файла. Так, после того, как слил, соответственно, нажимаем «Продолжить» и ищем кнопочку здесь «Сохранить». Открывается стандартное диалоговое окно и набираем, я тут уже набрал. Курсовая работа, отопление, 2017 год, сдает мини-кайл. Все понятно? Нет. Принцип набора всей понятен? То есть, именно в такой последовательности. Курсовая работа, отопление, 2017 год и фамилия. Так, ну у меня здесь уже он существует. Еще раз. Нажмем. Вот он начинает распечатывать, а именно не распечатывать, а сохранять документ, соответственно, в PDF формате. Так, ну и вот у меня открылся, ну здесь в Adobe Reader открылся титульный лист, соответственно, задание, планировка ваша, пояснительная записка. Ну и дальше листы графической части. Ну и в конце, соответственно, спецификация. Все понятно? Принцип понятен? Да. То есть, я все записал, выложу на YouTube, то есть, там будете еще просматривать. Так, теперь следующее действие. После того, как отошлете мне, соответственно, вашу курсовую работу, открываете, соответственно. Так, редакторе Фогузи Трибер, то, что вам прислали. Спасибо. 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 , спасибо. 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 Так, открывайте, что вам прислали. Дальше здесь будут следующие комментарии. Либо в таком варианте, то есть прямо будет указываться и написан текст. Либо в таком варианте, дальше. Либо в таком варианте будет написано что-то, так? Либо будет написано в следующем варианте. То есть вот есть такие выноски, здесь тоже что-то будет написано. Чтобы это все просмотреть, будет вот просто вот такой небольшой значок. То есть здесь соответствующая закладочка. И на каждой странице, то есть нажимаете, соответствующий, увидите соответствующий надпись. Все понятно по проверке. Так, теперь где найти вот этот вот файл? То есть достаточно открыть, соответственно, наш сайт. Теплотехнического факультета. Так, находите кафедру типа снабжения, отопления, вентиляции, так? Дальше находите наши разработки. Меню. То есть и здесь будет ссылка, соответственно, на сайт YouTube, в котором будет содержаться порядок действий при формировании, соответственно, курсовой работы в виде электронного файла в PDF формате. Также здесь содержатся уроки, соответственно, по тем программным продуктам, которые я показывал. То есть ОЗЦ и, соответственно, ИСОФ. Все понятно? Все понятно? Все понятно. Спасибо. Спасибо.